Год детского спорта оказался богатым на результаты. Наши спортсмены выступили на Олимпийских играх и привезли победу с паралимпийских. Сама Ульяновская область впервые стала организатором крупных всероссийских соревнований. Сегодня своими победами гордятся все, кто приложил свои упорства, трудолюбие и выносливость к развитию спортивной отрасли региона. Я очень рад, что свыше 47% жителей Ульяновской области систематически занимаются физической культурой и спортом. А это ни много ни мало свыше 570 тысяч человек. Более полмиллиона здоровых, красивых и счастливых наших земляков. И мы ни в коем случае не остановимся на этом. Наша цель – довести свои показатели к 2030 году к 70%. Цель вполне достижима. Глядя на успехи своих соотечественников, появляется желание больше работать, брать новые вершины. Среди номинантов – мастера спорта, многократные чемпионы России, победители международных и всероссийских соревнований. Премия «Спорт. Норма жизни» для них – не счастливая случайность, а тернистый путь к успеху. От самых первых детских побед до личных рекордов. Вообще взрослый спорт не бывает без детского спорта. Поэтому акценты, если правильно расставлены, то ребята растут более, скажем так, сглаженно, более гармонично, развиваются. И в целом детский спорт сейчас, я считаю, что мы выходим из пике, потихонечку начинаем набирать обороты. Спорт становится популярным, модным среди молодежи. И, скажем так, от лозунгов мы переходим в дела. Всех номинаций не перечесть. Чествовали как и отдельных спортсменов, так и целые спортивные объекты. Для кого-то это первая победа, кто-то уже сбился со счета. Светлана Салуянова к своей мечте идет через чемпионаты России и Европы. И каждый раз забирает золото со словами благодарности своим наставникам. В первую очередь, это работа в тандеме с тренером. Мой тренер Богданов и Ратул Барсович. И без него, естественно, не было бы не только этой награды, не было бы меня такой, какой у меня сейчас видите, такой хрупкой, но в то же время чемпионкой по боксу. Сами проводники к победам тоже не остались без внимания. Лучшие тренеры гордились за своих воспитанников не только со стороны, но и сами поднялись на сцену забрать заслуженную награду. Приходится верить и нужно верить, и так и есть, что веришь в них больше, чем даже они сами в себя. Сдаешь им настрой, ну и прежде всего их целеустремленность тоже важна очень сильно. Сейчас задан вектор развития отрасли на перспективу. Подписано соглашение о стратегии развития, где отображены главные детали и контрольные точки, по которым в 2022 году будет двигаться Ульяновская область. На следующий год мы получим футбольный манеж, мы начинаем строительство дворца единоборств, мы начинаем строительство дворца борьбы в Завожском районе. И благодаря федеральному проекту демографии, национального проекта «Спорт, норма жизни» мы получаем эти объекты. Плюс мы получаем, ну я не понял, шикарное оборудование для этих объектов. Так дворцов становится все больше, а значит все больше шансов готовить будущих олимпийских чемпионов, привозить в Ульяновскую область новые победы и стремиться быть лучше. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.